Девушки отдыхают Ламберт убивает врагов мечом. Но это не всегда лучшая тактика. Давай-ка я покажу тебе кое-какие приемы. Хорошо. Сдох. Девушки отдыхают Неплохо. Ты все еще в форме. Эскель, ты знаешь, мне нужна практика. Тебе что-то нужно, Волк? У меня несколько вопросов. Да? Ты можешь мне рассказать об эликсирах? Спирт – основа для алхимических зелий. Чем лучше спирт, тем чище и ценнее выйдет эликсир. Ты здесь как дома. Я всегда предпочитал оружейную, алхимической лаборатории. Хотя весь мир всегда пытается подчеркнуть важность эликсиров, он и сам небольшой знаток. В конце концов, он учит нас фехтованию. Он пытается научить нас всему, чему учился сам, когда был молод. Старые добрые времена. Просто я не люблю возиться со всеми этими порошками, грибами и прочим хламом. А Трис не могла помочь тебе закончить мутацию, Лео? Может и могла. Я не знаю. Мы никогда не показывали Трис лабораторию. А последняя мутация была совершена много лет назад, еще перед битвой. Весемир может тебе рассказать больше. Ты думаешь, Трис никогда не использовала магию, чтобы заглянуть внутрь лаборатории? Она уважает наши тайны. Кстати, она многое сделала для нас. Для тебя. В общем, я ей доверяю. Так почему же ты не показал ей лабораторию? Трис захотела бы использовать наши тайны в благих целях, чтобы лечить людей и все такое. Я не сомневаюсь, что она бы попробовала. Но ведь это не так просто. Знаешь историю про гнома Альфреда Набеля? Эскель, я потерял память. Несравненный изобретатель, как и большинство его сородичей. После многих лет исследований он открыл удивительное вещество. Он хотел использовать его в шахтах и каменоломнях. Хоть он был и гений, Альфред так и не смог предвидеть другого применения своего изобретения. Но другие быстро поняли, что вещество, которое может разорвать на куски крепчайший гранит, может разрушать и стены замков. А другие подумывали о том, чтобы использовать его в открытом бою. Понятно. И что же произошло с Альфредом и его открытием? Волшебники не дали этому чуду стать достоянием многих. Альфред покончил с собой, а его лабораторию сожгли. Расскажи мне про испытания и их последствия. Этот процесс подразделяется на три этапа. Первый – это отбор. Лео уже прошел его. Выдержал тяжелое обучение в сочетании с правильной диетой. Я так понимаю, это нечто большее, чем просто салат с морковкой. Да. Особые грибы, мох и травы растут в лаборатории. В сочетании с обучением, они заметно ускоряют рост мышечной массы и обмен веществ, таким образом улучшая тонус организма. Все проходят этот этап? Увы, нет. Печень и сердце часто не выдерживают, а иногда и разум тоже. Появляется излишняя агрессия, неконтролируемые приступы ярости, депрессии. Понятно. Каков второй этап? Испытание травами. Про него навыдумывали больше глупых сказок, чем про белоснежку. Перед нападением в лаборатории содержались пузырьки, склянки, алхимические горны, формулы, растения и травы. Не хватало только мага и его магии. Ты когда-нибудь видел испытание? Только одно. Наше. Когда у тебя побелели волосы, я думал, что схожу с ума. Травы влияют на нервную систему, так что магия должна контролировать процесс. Испытание дает молниеносные рефлексы, реакцию, которой никогда не достичь нормальным людям. Выживают только четверо из десяти. Ничего себе. Расскажи мне про последний этап. Я не знаю подробностей. Последний этап включает мутацию глаз, костного мозга, гормонов. Но она позволяет тебе видеть в темноте и исцеляться в два-три раза быстрее, чем обычные люди. Еще мы получаем повышенную сопротивляемость к ядам. Интересно. И какова цена? Стерилизация. Мы все бесплодны. Изменения необратимы? Абсолютно. Ты видел магическую бурю? Я охотился. Как раз перед тем, как началась буря, стая козадоев взвелась в небо. Сотни птиц. Серые сполохи, яростно бьющие крыльями. Совершенно обычное явление. Но обычно их здесь собирается меньше, и их крики редко звучат так отчаянно. Когда пришла буря, я оставил охоту и поспешил в Каэрмархен. По дороге встретился с остальными. Прощай. Привет. Что скажешь по поводу нападавших? Любители. Если бы не маг, а это Химера, мы могли бы побить их с закрытыми глазами. Но у них были и маг, и Химера. Они ограбили нас и убили Лео. Ты прав, Волк. Это серьезное дело. Мы найдем их, черт побери. Лео сказал, что он почти победил тебя. Мы фехтовали, когда началась эта адская буря. Мой медальон так сильно дернулся, что я чуть не упал. А сопляк это использовал. Эх, у него был потенциал. А потом появилась Меригальд. Она была не в себе. Тряслась, бредила и настаивала, чтобы мы догнали дикую охоту. Утверждала, что это очень важно. Весемир согласился. Он всегда к ней неровно дышал. Остальное ты знаешь. Тебе не нравится Трис. На мой взгляд, она слишком важничает. Расскажи мне о стилях ведения боя. Искусство ведения боя включает в себя три традиционных стиля боя на мечах. Плюс их разновидности для борьбы с чудовищами. Расскажи мне о традиционных стилях. Каэр Морхен – школа волка. Старый Весемир всегда следил за тем, чтобы нас тренировали скорее как воинов, а не как магов. Хотя знаки мы тоже учили. Но хватит об этом. Ведьмаки используют три боевых стиля. От Дан Айния – огненный танцор, который для простоты называют быстрым стилем. Верлиданский – наэв де Фиаине глэйдив – групповой. И Тамирянский дьявол – так горячо любимый ланскнехтами и другими силачами. Стиль силы. О котором мне рассказывать? Огненный танцор – это интересно. Этот стиль создал легендарный эльфийский фехтовальщик и поэт Нисаил. Он основан на системе шагов и ударов. Создавая его, он наблюдал за дикими кошками. В особенности за оцелотами, которых эльфийские правители использовали как дворцовую стражу. Для этого стиля скорость и ловкость важнее, чем сила удара. Огненный танцор не дает противнику возможности нанести удар. Как писал Нисаил, идеальный фехтовальщик – это пламя, которое невозможно ударить и которое жалит каждый раз, когда до него дотрагиваются. Этот стиль использует почти вся эльфийская аристократия. Верлиданский – наэв де Фиаине глэйдив – групповой. И Тамирянский дьявол – так горячо любимый ланскнехтами и другими силачами. Стиль силы. О котором мне рассказывать? Расскажи мне о стиле Верлидан. Если перевести дословно, этот стиль называется «Стиль девяти мечей солнца». Его создали фехтовальщики Верлида для того, чтобы одновременно вести бой с несколькими противниками. Главное в этом стиле – сложная последовательность ударов. Мастера этого стиля могут сражаться одновременно с девятью противниками. Верлиданский – наэв де Фиаине глэйдив – групповой. И Тамирянский дьявол – так горячо любимый ланскнехтами и другими силачами. Стиль силы. О котором мне рассказывать? Тамирянский дьявол – что-то знакомое. Не могу сказать, что этот стиль включает в себя какую-то философию или поэтические сравнения. Его создали Тамирянские ланскнехты. А это простые мужики. Он очень действенный в битве с противниками, навесившими на себя тяжелую броню. Верлиданский – наэв де Фиаине глэйдив – групповой. И Тамирянский дьявол – так горячо любимый ланскнехтами и другими силачами. Стиль силы. О котором мне рассказывать? Давай поговорим о чем-нибудь другом. Как скажешь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что ж, тогда начнем. Не забудь, отправляемся в путь сразу после похорон. Ты готов? Я готов. Можем начинать. Ладно. Тогда пошли. Субтитры создавал DimaTorzok Мы не знаем, откуда эти бандиты и кто за ними. Вместе мы привлечем лишнее внимание. Разделимся. Тогда быстрее их найдем. Я на запад. Там у меня знакомые, да и климат я тут люблю. А я на восток, в Каэдвен. Если никто не против. Ладно. А куда мне идти? На юг, в Тимирию. Король Фольтест тебе обязан. Ты когда-то расколдовал его дочь. Возможно, след бандитов ведет туда. А ты, Трис? Попробую использовать связи, чтобы найти бандитов. Если что, я свяжусь с Геральтом. Я постараюсь быстрее собрать информацию и найду тебя в Визиме. Трис. Не надо, Геральт. Не люблю прощаний. Нет зрелища более жалкого, чем плачущая чародейка. Береги себя, Геральт. Я не переживу все это второй раз. Увидимся. До встречи, Трис. 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 Трис.